Мега ТВ запускает новый проект «Добро пожаловаться». Сегодня мы находимся на Рыжкановке в Кишиневе. На нашей площадке абсолютно любой гражданин может высказать свою позицию о происходящем в стране, без наводящих вопросов, без цензуры и без ограничений. Я не мог бы запускать, небом, и я уже пришел на все эти Flynnин, 30 лет гектара, без взастрати, я очень сильно рад. Мы не спрашивали, что это сделано, его – «Филат», «Гимпул», и которые не могли бы получатьывать свои эмоции, дляnahм везде и теперь всё. Но моим темателям, мы kwietаем свои эффективности в настоящее стране. Самая большая проблема в Республике Молдовы на сегодняшний день – развал экономики полный. Некомпетентные люди у руководства, то есть в правительстве, в президентуре – ноль. В результате мы имеем инфляцию большую. То есть не то, что разрушается экономика, то есть экспорт практически исчезает. Сейчас у нас весь бюджет практически настроен на импорт. Если вы посмотрите бюджет и посмотрите наполнение бюджета, у нас таможня заполняет бюджет. Потому что там, практически там, на этой таможне, на этой границе, там грабят наше население. Увеличивают акцизы, увеличиваются налоги, увеличиваются таможенные сборы и так далее, и так далее. И в результате мы получаем, население беднеет и убегает из этой страны. Продолжение следует... 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 В частности, мы живем, и в частности, ситуация как решила проблема с заработками, министерами и пенсионерами. Увидя в видении, что страна сократа и страна, должны быть и министерами, и президентами, все так же с заработками. Увидя в видении, ситуация с государством. Но это не так, чтобы быть дискорданта, от земли на землю. Второе, мы не согласны с цензурой в стране. Цензурой человеку, если это демократия, это значит, что человек должен быть самостоятельным направлением жизни. Но мы не согласны. Мы не согласны, чтобы сейчас, в период этой страны, в Европе. Что за предыдущиеいる приставки? Я расскажу вам, что для коруптия, что это еще больше известного для нашей страны. Учера в наше время жили. Но меня больше всего волнует нейтралитет нашей страны, безопасность, чтобы у нас нет сил, И все-таки, наверное, очень трудное материальное положение очень больших слоев населения. Такие три вещи, как бы. Ну, безопасность, я же сказала, чтобы было спокойствие у нас, чтобы не было военных действий. Во-первых, цена. Цена абсолютно на все. Начиная от продуктов, лекарства, коммунальные платежи. Абсолютно все. Ну, и нестабильность. Нестабильность у нас, к сожалению. А что вы имеете в виду нестабильность? Ну, цены всегда у нас растут. У нас за последние годы очень сильно выросли цены. Все знают, на газ, да, вот сейчас будет отопительный сезон, и всех волнует это. Как мы опять справимся. У кого есть возможность, конечно, отключить, ну, автономное отопление, то будем мерзнуть. А у кого нет, то будем собирать долги. Ну, на отопление имею в виду. А вы как справились с отопительным? Ну, у нас, конечно, мы экономили на отопление. Хочешь, не хочешь, дети в школе, в колледже. Надо как-то выкручиваться. Где можно экономить, там экономили. Сложновато, но некуда деваться, нужно двигаться дальше, будем надеяться на лучшее. Что-то поменяется к лучшему. Самошедшие цены. В прошлый раз, в прошлом году, в конце года, я заплатил, у меня автономка, я заплатил 5000 с чем-то лей за отопление. Я должен, а при моей пенсии 3000. Плюс коммунальные услуги, 2800. Вот, электричество, туалеты, ванны, что там еще у нас. Ценный магазин, извините, это же зашкаливает. Мы, для нас, кто получает 3000 лей пенсии, это невозможно прожить. Просто невозможно. Геноцид над своим народом. Что еще и можно тут сказать. Но зато мы говорим, мы говорим обо всем, в чем хотите. Мы ездим на Украину, мы разъезжаем по всей Европе. У нас был один *** из колоницы, который дарил президенту Румынии коньяк. Но не за свой счет, а за счет наших налогоплательщиков. Вторая не лучшая. Разъезжать, все, кто смотрели на ее косметику, на ее... Причем она привела свой фейс в порядок. Самошедшие деньги тоже из казны государства. И я что, должен радоваться этому? Это все, что я могу пока сказать. А дальше еще хуже. Ну, я считаю, что главная проблема, это что люди какие-то злые. Там воюют, зачем воюют, чего воюют. Ну, короче, война главная проблема на данный момент. И все. Будет мир, будет любовь, все станет на свои места, решатся все остальные проблемы. Главное, жить в мире в согласии и в понимании. Лично мне и так хорошо живется. Но, думаю, надо как-то... Знаете, что мне нравится? Знаете, в Италии есть такая тема, что у всех людей одна и та же зарплата. Что у уборщика, что у повара, что у еще кого-то. Это сделано, знаете, для чего? Чтобы человек выбирал профессию по душе. Ну, честно скажу, конечно, уборщицы и министры это слишком. Министры по-любому там будут что-то дополнительно зарабатывать. Но я, например, очень хотела бы работать дворником. Каждое утро выходить, мести и думать о чем-то своем. Но я не могу работать дворником, потому что слишком маленькая зарплата. Одна из проблем, это цены на недвижимость. То, что они взлетели нереально. За последние несколько лет. То есть, буквально пять лет назад брали квартиру за 600 евро квадратный метр. Сейчас 1300-1400 евро за квадратный метр. Это одна из проблем. И другая проблема, наверное, отсутствие общественного транспорта в некоторых пригородах. Допустим, у нас в селе Новые Гаяны общественного транспорта нет. Чтобы ехал прямиком в Кишинево. Вот этот дом бывших Айнигата. Московские два. Власти меняются, ничего не меняется. Вот очень умная женщина. Зовут ее, кажется, Валентина. Она заняла весь первый этаж. И она постоянно терроризирует этот дом. Она много площадей украла у этого дома. Потому что, если вы посмотрите на фотографию этого Айнигата, как он был первично, и как он сейчас стал, это большая разница. Она очень много площади украла. У нас остался один последний проход, который отделяет первых пять этажей и последних пять. Ну, в доме десять этажей, первый по пятый, остался единственный проход. Для чего этот проход? Ну, ладно. Людям пройти там, вот особенно вечером возвращаешься, более безопасно, чем идти по закоукам. Что там, что там. Тем более тот закоулок, раньше там хоть машины не ходили, сейчас ходят машины. Вот. И здесь. Посередине есть проход. Для чего он нужен? Типа людей это второстепенно, о людях никто не думает. Хотя тоже пройти просто удобно. Бабушки, дедушки с палочкой, старикам. Это раз. Во-вторых, пожарная, скорая помощь и так далее. Она постоянно воюет, последний проход хочет забрать. Власти меняются. Ничего не меняется. Все кричат, выбери меня, выбери меня и так далее. Но она здесь королева. Она заняла все подвальное помещение. Она заняла весь первый этаж. Она терроризирует людей постоянно. Власти меняются. Ничего не меняется. Коммунисты, социалисты, пофигисты, не знаю кто. Ничего не меняется. Почему я прошу заблюрить мое лицо? Потому что сегодня я скажу, а завтра будут терроризировать меня и мою семью. Маленькие люди страдают. Как это? Что еще? Все? Ну, а так я что еще могу сказать? Я получаю всего три тысячи лей. Откуда это коммунально? Конечно, очень большие. Конечно. Все поднимается. Зимой больше пяти тысяч. Я стараюсь как-то за летом собрать деньги, чтобы потом летом платить. Что ты? Летом собираю, чтобы зимой платить. Деликатесы не покупаю, а так. То, что кушать, конечно, не имею кушать. Так. Без деликатесов. Продолжение следует... 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 Так что, я желаю вам, что люди будут понимать, и с референдумом. Рферендумом означает, что Майя Сандру требует 33% и 35% из participантов. Но люди не понимают, что если партизм... Майя Сандру, даже если они говорят «ну» и не согласны с Европейской Федерации, то это означает, что они все сочут participантов. И Майя Сандру это оборудовает, что они не сочут, вы понимаете, что они не согласны. Первое, что мне приходит в голову, это пенсии наших дедушек, бабушек. Ну, это первое, что мне приходит в голову, потому что им не хватает на медикаменты, какие-то на таблетки, коммуналку. Вообще, я считаю, это первой проблемой. А в основном, наверное, цены, что все выросло, все дорожает, а зарплаты не дорожают, не поднимаются, только цены в магазинах поднимаются, и все. Я вот прям на днях читала, очень много у нас не работают подростки. Вот они закончили школу, многие не работают. Не знаю, наверное, это... Каждый год все хуже и хуже, мне кажется, нет? Уезжает все больше и больше молодежи. Это ужасно, я думаю. Это такая прекрасная у нас страна, а с нее уезжают. Хотим большего, а нам дают только вот чуть-чуть и все, и мы должны говорить спасибо, наверное, да? Но нельзя купить квартиру. Вот у нас квартиру невозможно купить. Это какие миллионы надо зарабатывать, чтобы позволить себе квартиру, например, да? Или там машину, или сделать пятерых детей. Нет, откуда деньги, откуда? Поэтому люди уезжают в Германию, в Америку, там, не знаю, где лучше. Что такое? В Германию. А в Германии в стране в России нет проблем, большие indispensовательства для школы. Существует в Германии такого рода? В Германии, в Германии, как и в Германии, они не могут снять проблем с ним. Они и не могут выполнить, лишь потому что они могут идти, пройные жизни, У меня есть дом, но я думаю, что больше на тенерице есть проблемы mentales, которые не могут быть discutidas с родственниками. Потому что они боятся, что они не думают, что они идут к доктору, что они говорят, что нет, и они дают их на одной части, и они их игнорятят. Я думаю, что это проблема достаточно большая в Молдове. Я думаю, что это проблема. Но в зале, Молдова не является очень развитой для тенерицы. И из-за этого они приходят и учатся в другие страны, чтобы иметь стабильную жизнь. Я думаю, что мы больше не знаем, что для старого, больше для старого, и для старого. И тенерицы... Я думаю, что для старого, они не дают это. Я думаю, что они дают это. Они не нравятся. И они учатся в более развитых странах, европейских странах. Я лично желаю, что я хочу, я не знаю, в какой стране, но в стране, да. В Молдове, это тяжело в зале, и для старого, и для старого, чтобы они получают стабильную жизнь. И для того, чтобы они не хотят, чтобы они хотят здравоохранить в целом. В основном, в культуре, после коррупции. В большее системы. Солнечное, научное, и так далее. Но, конечно, это очень хорошо видно, очень много ситуаций. Мы все вместе увидим, если мы все вместе увидим. Что это такое? Эвидент, не уничтожен, и я, как и моя семья. Почему? Я чувствую, как люди сатурны, один перед другим, как приходить, а я не знаю, как рождение, но это очень важно, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Но, в момент, когда я не знаю, что я не знаю, я не знаю, что я не знаю, что я знаю где-то. И я знаю. Это была программа «Добро пожаловаться». Сегодня, напомню, мы были на Рыжкановке, в Кишиневе. Мы услышали разные мнения. У каждого человека свои проблемы, что абсолютно нормально. Кто-то говорил о низких пенсиях и зарплатах, кто-то о доступном общественном транспорте. В этом и был наш замысел – услышать мнение людей. И мы продолжим с ними разговаривать в надежде, что их чаяния будут услышаны. Увидимся на следующей неделе. Продолжение следует...